Общий сигнал тревоги – дымовая завеса. И уже через несколько секунд школьные коридоры наполнились учениками, движущимися в сторону запасного выхода. Некоторые успели выйти на улицу самостоятельно, а двоим сотрудники МЧС пришли на помощь. Инсценировка пожара показала, насколько дети готовы к настоящему испытанию огнем. Дети почувствовали себя на самом деле в пожарной, наверное, обстановке и вовремя эвакуировались и знали, куда идти. Надо не кричать, идти спокойно, выходить из школы. Не паниковать. Да, не паниковать. Нельзя прятаться в помещении никогда, потому что задымление, если есть. Надо звать на помощь взрослых. И звонить по номеру? 101. 101. Демонстрация работы спасательной техники, подробное описание инвентаря и особенностей службы огнеборцев вызвали у ребят живой интерес. Через несколько минут около спасателя собрались маленькие почемучки, желающие постичь сложную науку пожарного дела. По влеченным лицам детей было видно, что по учительную информацию спасатели сумели донести без нотации и сухих формулировок. Я узнал сегодня, что во время пожара нужно звонить 101, эвакуироваться и ждать, пока мигалки будут близко. Мигать. И еще, когда потушат огонь, и тогда... Можно заходить в здание. Мне понравилось, как показывали, как раздвижная лестница. И мне понравилось, как вы говорили, что она может, если небольшой дом, может развиваться до второго этажа и зацепляться за балкон. Подобные акции – действенная профилактика пожаров с участием детей. И статистика доказывает этот факт. В текущем году среди девяти пострадавших от огня нет ни одного ребенка. А вот самих пожаров по сравнению с прошлым годом меньше не стало. С начала года уже зарегистрировано 95 пожаров. Если анализировать это с прошлым годом, это на 5 пожаров больше, чем в прошлом году. Хотя и проводится Меченник пожарной безопасности, мы информируем население через радио, через газеты, через телевидение. Но рост количества пожаров не уменьшается. И основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем. А это ни много ни мало 80% пожаров. Но есть и положительные цифры. 25 человек были спасены сотрудниками МЧС. По скромному мнению Виталия Кулинича, это не заслуга огнеборцев, а знание и соблюдение людьми правил поведения в экстренных ситуациях. Конечно, подвиг спасателей, которые готовы в любую минуту прийти на помощь, заслуживает глубокого уважения. Однако каждый из нас может облегчить им и без того трудную работу и оградить себя от беды.